ТОП-3 заблуждений о программировании для детей. Надо быть очень умным. Это самый распространенный миф, который удерживает новичков от написания их первых программ. Многие люди считают себя недостаточно умными, чтобы стать программистами. Да и самих программистов нередко наделяют способностями не то роботов, не то гениев. Однако, научиться программировать не так сложно, как кажется на первый взгляд. А сами программисты это обычные люди, которые испытывают страсть к созданию компьютерных программ, игр и приложений. Чтобы начать писать код, не нужно быть гением. Достаточно иметь мотивацию, интерес и дисциплину. Нужно хорошо знать математику. Успех в программировании не зависит напрямую от математических способностей. Формально программирование это написание подробных инструкций для компьютера. Это как создание рецепта для приготовления торта. Нужно уметь взвешивать, считать калории, отличать круглую форму от прямоугольной, описывать последовательность действий. Никакой высшей математики, никаких интегралов и сложных формул. Конечно же есть области, в которых математика играет большую роль. Например, для создания игр нужно владеть тригонометрией, уметь работать с матрицами и знать физику. Но опять же, лишь фундаментальные вещи. Более того, для решения многих задач можно использовать сторонние библиотеки и плагины. Программирование не для творческих людей. Вообще-то, программирование это форма искусства, хотя многие люди об этом и не подозревают. Программисты погружаются в создание сайтов, игр и приложений, как писатели погружаются в написание книг. С помощью программирования инженеры выражают свои творческие способности и абстрактные идеи. Они передают через программы интересы, эмоции и страсти, как это делают художники через холст. К тому же, технические навыки позволят творческим людям расширить свои возможности. Так что программирование это не только творческая деятельность инженеров. Это еще и дополнительные возможности для творческих людей. А с какими заблуждениями столкнулся ты? Делись в комментариях и не забудь подписаться. Делись в комментариях и не забудьте подписаться.